В основном я хочу, чтобы вы попробовали, как работает программа. Мы в ней попробуем сделать какие-то отдельные кусочки операций, найти информацию, разместить ее, скопировать, посмотреть, как она пересекается одна сеть с другой и так далее. Мы не делаем осмысленного проекта, в результате которого скажете, ага, вот теперь я все понял о жизни. Понятно? Поэтому мы будем немножко чередоваться. Так, я начну очень быстро с короткой информации о сайте Escape, которую, кстати, даже составил и не я. Значит, опять, у вас эта презентация есть, если она вам понадобится, она у вас есть. Значит, программе много лет, она с открытым кодом, соответственно, она поддерживается разными людьми. Там есть целый консорциум, который ее пишет. Ну, поскольку я не пишу кода, да, то мне кажется, что если там международный консорциум разработчиков, то непременно должны быть какие-то ляпы, а может быть, это неправильная корреляция. Это точно есть, да, а причинно-следственная связь может быть неправильная. Но ляпы в программе, безусловно, есть. Да, то есть вы должны быть готовы к тому, что что-то по непонятной причине не работает. Я в своей, в том, что я рассказываю, я вроде как проверил, оно все работает. Но оно немножечко по-разному еще реагирует на то, оно на PC или на Mac, да. И в следующей версии, которая что-то из ляпов убирает, может пропасть какая-то функциональность, которая, казалось бы, была раньше. То есть, иными словами, не всегда, когда они работают, не всегда это вы, иногда это оно. Дальше два варианта, которые сейчас в ходу. Это версия вторая. Не работает? Работает. Нет. Работает, да? Вторая и третья. Значит, у вас у всех стоит третья версия, причем у вас еще более третьей версии, чем у меня. Но, по идее, должно быть одно и то же, с тем самым исключением, что я сказал, вдруг что-то мелкое не работает. Значит, как вы... Так, секундочку, да. Значит, как вы поняли, это, в общем, программа составления сетей, чего хочешь, не специально биологических. Вы можете использовать сеть пользователей интернета или что-нибудь еще, чего вы хотите. Нас интересует биологическая составляющая, но вообще программа универсальная, да? То есть, есть некие узлы и есть некие ребра или вершины. И есть к ней всякие нахлобучки, которые называются плагины или апс, как сейчас говорят. А как оно по-русски говорят, я не знаю. Разные форматы использования, в том числе большинство стандартных биологических форматов. И все эти нахлобучки, они определяют разные функциональные способности. Ну, например, функционально характеризовать ваши белки или связываться со внешними базами данных. Какая версия лучше, вторая или третья? Вот мне аспирант удобно написал, количество этих самых плагинов сильно отличается. Ну, надо сказать, что это количество растет постоянно. Но, в принципе, могут быть такие вещи, которые удобнее делать на второй версии, чем на третьей пока. Просто потому, что плагин пока не сделан. То есть для людей, которые пользуются много и часто, у меня стоят обе версии. Вторая и третья. Ну, мы пока учим такие базовые вещи. Это, наверное, не очень интересно, хотя можно сеть нарисовать прямо там. Самый простой формат файла, который может быть, обозначение одной вершины, второй вершины, ну и все. Дальше он понимает, что между ними есть какое-то взаимодействие. Так, теперь давайте мы… Сейчас, по-моему, больше ничего у меня нет. Так. Теперь мы перейдем в эту самую программу сайта Escape. Пожалуйста, откройте ее у себя. И у вас должна быть открыта… Значит, общий файл, который есть, он называется сессия. В этой самой сессии может быть несколько сетей. Давайте посмотрим внимательно на то, что здесь есть. Значит, во-первых, у вас здесь… Если перейти, значит, смотрим сюда. Видите, да? Переходим в там, где написано сеть, network. Перешли? У вас есть список. В зависимости от того, куда вы мышкой… А, мышку я забыл. Ну ладно. Куда вы переключаете, у вас показано или одно, или другое. Сейчас я попробую. Так, наверное, лучше. Значит, эту сеть вы получили готовую. Иными словами, это некое состояние, которое будет у вас после того, как вы уже поработаете. Немножко позже мы научимся импортировать эти самые сети. Да? Пока попробуем сделать самую простую вещь. Значит, вы можете любое… Любой узел взять и просто его подвинуть. Так, у меня здесь что? Ого, хорошо. Не очень удобно. Так, обратите внимание, что внизу отражается информация о ваших узлах. Что это такое? Я надеюсь, что у вас влезает больше, чем у меня, потому что меня просто мало видно. Значит, смотрим вот на нижнюю панель, которая называется Table Panel. Что на ней есть? На ней есть та информация, которая известна для ваших узлов. В данном случае это ваши белки. В данном случае это сеть из дрожжей. Если кому-то интересно, как она раскрашена, был проведен опыт по изучению разных мутантов, в которые гены участвуют в переработке галактозы. И раскрашена по уровням экспрессии генов при добавлении галактозы. Но это пока не очень важно. Значит, давайте посмотрим на эту таблицу. Значит, крайний левый столбик – это всегда название тех генов, которые программа считает, что они базовые. Дальше идут разные характеристики. Они могут быть или могут не быть. Значит, посмотрите, здесь вот эти вот два окошечка, там, где написано «показать» – все. Если вы соглашаетесь, что вы хотите видеть все, он вам показывает все. Если вы не хотите ничего видеть, вы нажимаете, тогда вы не видите ничего. Два крайних случая – малоинтересное. Вы можете выбрать, что именно вы хотите. Все обратили внимание на что? Я нажал вот на этот вот. Я думаю, что это похоже на книжку. Что же вы именно хотите видеть? И здесь вы выбираете, что конкретно вы хотите видеть. Вам вовсе не обязательно выбирать то же самое, что выбираю я. Я хочу, чтобы вы поняли идею. В вашей табличке внизу вы можете выбирать из всего, что у вас есть, то, что вы хотите видеть. В данном случае видите name и shared name – это одно и то же. Значит, вы можете, по идее, вернуться, убрать галочку, и оно у вас пропадет. Таким образом вы видите только то, что вы хотите. Значит, в принципе, вы можете добавлять новый столбик. Столбик считается, что написывает некое свойство, которое разработчики считают, что они должны назвать словом атрибут. Они так говорят. Вы можете добавлять или вы можете убирать ненужное. Когда вы проанализировали вашу сеть слишком хорошо и набрали слишком много ненужной информации, часть из них вы можете удалить. Так, пока все понятно? Пока все понятно. Чудно. Давайте мы сделаем самую главную. Да, значит, посмотрите вот еще. Если вы выбираете какой-то, если у вас ничего не выбрано, как у меня сейчас. Сейчас, секундочку. Значит, сейчас одну секундочку. Значит, посмотрите. Здесь вот в левой табличке описано название вашей сети, общее количество узлов и количество связывающих их рёбер, соединений. Обратите внимание, когда вы один выбираете, то у вас появляется цифра один. Несложно догадаться, что если вы потянете мышкой и выберете больше, то он показывает, сколько выбрано узлов и сколько выбрано рёбер. Понятная идея? При этом, если у вас вот этот вот шестереночка стоит в автоматическом режиме, то программа сама переключается. Переключается между тем, чтобы показать информацию только о выбранных или показать информацию о всех. Если у вас ничего не выбрано, то в этой таблице информация обо всём. Если что-то выбрано, то она показывает только информацию о выбранном. Понятная идея? Значит, вы можете выбирать вручную, потому что вам этот узел полюбился, или вы можете использовать поиск. Мне было бы хорошо понять, каким образом я могу, наверное, вот таким. Так, не очень, да? Так. Так, у вас в верхнем ряду должно быть пустое окошечко поиска. Вам придётся его, потому что я до него добраться не могу в этом режиме. Если кто-нибудь лучше знает, как мне уместить всё в окошку, то он может мне помочь. А вы пока попробуйте что-нибудь в этом окошечке поискать. Например, сейчас я перейду. Это я тоже не могу издалкивать. Так. Тоже не хочет. Так. Впишите туда, ну, например, название гена MCM1. И дальше нажмите на Enter. Так. Мне не нравится то, что происходит. Так. Нашёл он вам нужный ген или нет? Так. А вы можете посмотреть, что будет. Так. Теперь попробуйте вместо MCM1 вписать, например, вы можете, в принципе, копировать информацию из этого файла текста, который называется Training Site Escape Sessions. Впишите туда YMR и звёздочку в окошко поиска. Посмотрите, сколько он вам теперь нашёл. Нашёл больше, чем один. Сколько нашёл? 15, да? Значит, мы поняли, что, в принципе, что, как посмотреть? Так. Видно. Значит, ещё раз посмотрите. Там, где написано Network, как только что-нибудь, да, там описано сколько? Увидели? Да. Так, хорошо. Хорошо. Вернёмся обратно и попробуйте сделать MCM со звёздочкой. Сколько он вам нашёл? Один нашёл. Замечательно. Нашёл один, потому что только один ген начинается со слова MCM. Предположим, по какой-то причине вы заинтересованы в этом гене. Вы хотите эту информацию рассмотреть поподробнее. И ваш интерес распространяется на эти гены, с которыми гены MCM1 взаимодействуют. Значит, хорошо было бы найти из вашей сети выделить всё то, с чем взаимодействует ген MCM1. Конечно, вы можете как бы глазами проследить и их выбирать тоже. Значит, если вы будете нажимать на shift, то он вам будет выбирать ещё одно, ещё одно, ещё одно. Но это неэффективно. Значит, вы можете сделать, смотрите, select, notes, и дальше первые соседи выделенных генов. или, если ген выделен, вы можете нажать, но на Apple это command и число 6. Значит, таким образом, так, у всех получилось? 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 Есть люди, у которых не получилось. У всех получилось. У всех получилось 19. Правильно? Дальше мы хотим рассмотреть эти гены по отдельности для простоты, чтобы у нас всё остальное не мельтешило. Значит, посмотрите, вы делаете, открываете новую сеть. File, новый, новую сеть, все узлы, которые вы выделили, и все ребра. Можно было просто нажать command N. но я хочу, чтобы вы знали, как устроено меню. Понятно? Значит, у вас должно было получиться отдельная сеть, в которой 19 узлов и сколько ребер? 27. 27. Да? Значит, если вы посмотрите, если вы посмотрите снова перейдёте там, где написано network, да, у меня такая сеть есть, она должна совпасть с вашей. Ну, давайте мы сделаем вот как. Главное, чтобы вы не запутались. Значит, или правой кнопкой мышки, или что у вас там позволяет контекстное меню вызвать, да, выбирайте мою сеть. как называется ваша сеть? Аналогично. Что аналогично? Нет, нет, то, что вы новую получили, она не может называться. В скобочках один. Замечательно. Вот давайте мы сделаем вот как. Мою сеть мы сотрём, посмотрите, вы выбираете или правой мышкой, или контекстное меню вызываете, и тогда у вас возникает такое меню, да, и вы делаете destroy network. Значит, то, что я сделал, раз у вас получилось то же самое, моё вы стираете, а я не буду стирать. Правильно? А своё ваше, ваше по определению лучше, чем моё. Вы точно так же контекстное меню вызываете контекстное меню и говорите переименовать, и даёте то название, о котором вы не забудете, потому что название, когда оно совпадает с предыдущим, но только с единичкой в скобочках, оно совсем не информативно. Так, все поняли, что я хочу? Да. Даёте такое поэтическое название, чтобы вы его запомнили надолго. Обязательно оставлять формат cif? В данном случае же формат cif не имеет никакого значения, это остаток от того формата, из которого когда-то была она импортирована. Слово cif можно убрать. Вы же видите, у меня вот здесь вообще нет cif, ничего. Вы можете назвать там моя первая сеть, как хотите. Я, кстати, не знаю, по-русски пишет или нет. Если хотите, попробуйте, может, он по-русски пишет. Да? Замечательно. Так. Хорошо. Значит, обратите внимание, что то, что у вас надергалось оттуда, оно в точности сохранило расположение и стиль той исходной сети, которая была. Все поняли эту идею? Замечательно. Теперь мы попробуем вот что. Предположим, эту часть мы не предполагаем. Эту часть мы знаем. Мы знаем, что эта самая сеть была сделана давным-давным-давно, потому что она использовалась для тренировки еще в самой первой версии Cite Escape. И мы подозреваем, что сейчас известно гораздо больше взаимодействий для гена MCM1, чем столько, сколько нарисовано в этой сети. Да, тут, кстати, еще вот что, вот эта самая панель, которая генов, которая у меня так с трудом умещается. Я просто боюсь нажать, что будет. А вы можете нажать, и тогда она у вас будет перемещаться. Я тоже нажму. И тогда она как бы, ну, может быть, это мне тоже удобно. Если она не ушла за край, значит, мне удобно. и тогда у вас это окошечко как бы отдельно плавает. И, соответственно, вы можете его приколоть обратно. Вашу сеть вы можете двигать, если вы перейдете в Network, то вот здесь вот, я не знаю, у вас, наверное, есть такая картинка? Да. Значит, сейчас у вас видна вся сеть. и вы можете, двигая этот квадратик, прямоугольничек, у вас меняется расположение сети справа. Если вы прибавляете себе увеличение, обратите внимание, это хорошо тогда, когда в сети много всего. Соответственно, у вас это меняется тоже, да. Больше того, на ней работает движение пальцами, то есть вы тоже можете это делать. Единственное, что почему-то, у меня, по крайней мере, вверх и вниз работает точно так же, как вправо и влево. Так, все поняли, как увеличивать? Если вы увеличили слишком много, то вот этот вот вариант один на один снова вписывает вашу сеть обратно в то окошечко, где она была. Понятно? Хорошо. Значит, мы научились открывать, научились выделять соседей, делать новую сеть и двигать. Давайте теперь, значит, вернемся к той самой проблеме, что, скорее всего, известно больше. Известно больше, чем сейчас. Давайте попробуем поискать, насколько больше. ну, по крайней мере, по крайней мере, я попробую сделать, да? А те, у кого интернет есть, те могут попробовать тоже. Может быть, вам делать не всем, а, например, каждому второму, потому что, если мы подвесим сеть, то это будет не очень хорошо. По крайней мере, смотрите, да? Значит, что мы хотим? Мы хотим сделать новую сеть, из баз данных в сети. Это меню должно у вас у всех открыться. Правильно? Еще раз могу. мы делаем импорт, сеть, и дальше выбираем то, что есть в сети. Все нашли у себя? Так, ну давайте теперь посмотрим, что будет. DataBases. Значит, у кого-нибудь открылась такая? Открылась. Значит, по крайней мере, это от сети не зависит. Давайте мы туда впишем mcm1. мcm1. Дальше я подозреваю, что будет зависеть. Опять, если вы знаете способ, чтобы работал у каждого второго, лучше, чтобы работал у каждого второго, чем мы сейчас все дружно нажмем, что искать, и у всех зависнет. Ну я нашел, например, больше включения. Хорошо. Я нажал search? Да, хорошо. Могу отключиться, например, чтобы нашел какая-нибудь еще. Ну давайте, да, давайте. Я не знаю, насколько это помогает. Ну попробуйте, нажмите на search, посмотрим, что получится. Ну он вывел сетчат. Ничего не ищется. Нет, он пока что получится, но когда я. Ну я очень плохо знаю как бы свойства доступа в интернет. Ну вот вывел сколько нам? Пять баз. Значит, вот посмотрите, по крайней мере, то, что у меня на экране. Значит, у вас будет, результат у вас будет потом. Значит, посмотрите, что здесь обнаружено. Значит, он показывает, а, ну хорошо. Значит, обратите внимание, он показывает все базы данных, в которых что-то найдено, причем в том порядке, в котором, в порядке убывания. Обратили внимание на этот список, да? Значит, мы можем импортировать, если мы поставим галочку, мы можем импортировать все, но мы не будем импортировать все, а те, которые счастливы, значит, те, нет, сейчас мы ни на что пока не нажмем, да? Значит, обратите внимание, например, давайте мы сюда перейдем, значит, обратите внимание на то, что, когда у нас здесь стоит M7-1, да, на количество, в чем может быть подвох? M7-1 это традиционное имя, и это имя может принадлежать больше, чем одному гену, потому что каждый, кто открыл ген, может дать ему любимый символ. Это большая проблема. Всегда лучше использовать какие-то идентификаторы, альтернатив, которых нету. Поэтому мы вернемся, не вернемся, а вместо M7-1 мы попробуем вписать вот это вот хитрое слово. Вы можете его скопировать из текстового файла, который у вас есть, если вам не хочется его перепечатывать. Все поняли, о чем я говорю? Да. А это название что? Это название, это, да, это специальный идентификатор дрожжевых генов, да. YMR и так далее. Чего-чего? То есть это колония так назвали или ген? Нет-нет, это ген, мы ищем ген. Значит, у нас сеть представляет собой самодействие генов. Значит, обратите внимание, как изменилось количество. Обратили внимание? Ну, интернет так себе работает, поэтому... Интернет так себе работает, тогда вы смотрите на экран. Правильно? Показываю еще раз. Это количество, которое было с названием MCM1, да, а это количество, которое с фирменным названием. Все поняли, почему? Все поняли, почему? Значит, обратите внимание, что некоторые базы данных пропали совсем. Они не узнают это название. Вот, например, посмотрите, база данных с названием string. string. Здесь, правда, на нее пришлось это самое мое выделение, но видите, что там парит больше, чем 200 генов. Вы видели? Да, если вы введете фирменное название, она вообще пропала. Это значит, что этого названия она не опознает. Значит, очень важная вещь, которую вы должны понимать, это какое название гена вы используете. Не все базы данных понимают одинаковые названия. все осознали эту глубокую мысль. Значит, после того, как мы сохранили, что мы решили, что нужно использовать фирменное название, которое правильное. А можно вопрос? Да. А очень, например, ну, очень ясно, это много названий, то есть, Lies, ну, это как поиск учитывает, в серии, что он берет основу, а другие, другие, другие агенты с одну генку, с каждым названием просто. Значит, этот поиск, это как бы, это мета-поиск, правильно? Он обращается к каждой из баз данных. Каждая база, из баз данных ищет по-своему. Некоторые из них используют синонимы. Некоторые из них не используют синонимы. То есть, наперед сказать нельзя. Но понятно, что если есть официальный символ, который занесен в NCBI, то практически, ну, это то, что лучше использовать. Да, с некоторыми исключениями. Итак, мы сосредоточились на одном виде написания, на этом, на одной базе данных, которая называется BioGrid. Значит, у вас должна стоять, еще раз, Она здесь не стоит. Тогда мы сейчас... Почему в Германии так много ушлось? 5 тысяч, а вот 65 всего? Да. Значит, во-первых, вы должны сказать, что это записи о взаимодействиях. Это не количество генов, с которым ваш ген взаимодействует. Это количество взаимодействий, которое есть. генов будет меньше. Все зависит от того, какими способами эти базы данных собирают информацию. Ну, например, Genmania в том числе собирает информацию о похожести профилей транскрипции. В зависимости от того порога, который в ней задан, таких похожих профилей транскрипции может быть довольно много. каким образом параметры передаются туда, я не знаю. Я подозреваю, что туда передается параметр с самым низким порогом. Сейчас мы сравним как раз одно с другим. Значит, как будто бы мы не будем этого делать, но как будто бы мы поставили туда символ, не MCM1, а вот этот самый YMR и так далее, BioGrid, и если мы нажмем внизу красное, вот это такое, Import, то тогда, то тогда, а вы этого не делаете, потому что мы интернет посадим, то тогда у вас возникнет вот эта вот самая табличка о том, что да, счастливо импортировали, и он спрашивает, хотим ли мы их вручную объединить, да или нет. Но если вы думаете, что у вас интернет работает, вы можете попробовать сделать. Еще раз, вы выбираете вот это написание, вы выбираете BioGrid, у вас должна быть цифра 65, нажимаете на Import. Если хотите, попробуйте, посмотрим, зависит ли интернет. Вы можете просто выбрать Google 5.6. Я не думаю, что это зависит. Кроме того, у меня как бы дальше все рассчитано на это. Я не думаю, что посмотрим. Да, посмотрим. У того, вы вручную, это что означает? Есть запросы автоматически? Ну, автоматически совсем плохо. Нет, нет. Мы отказываемся от всего. От всего отказываемся? От всего отказываемся, да. Да, спрашивают, хотите их объединить вручную? Нет. А что взять вручную? Что надо будет делать? Это нужно будет задать спецификацию, по каким идентификаторам мы его объединяем. Потому что мы увидим, что они по-разному присваивают первичный идентификатор из разных баз данных. Я поэтому не хочу сейчас в этом путаться, потому что это уже не введение получится. Понятно? Значит, пока мы просто говорим нет, спасибо. так, если у кого-то получилось, то хорошо, если у кого-то не получилось, то вот это вот BioGrid, вы видели сеть? Вот это вот именно оно. Понятно? Если у кого-то получилось похожее, то замечательно. У кого-нибудь получилось похожее? Чудно. Значит, опять вы можете сделать тот же самый фокус. Одну убрать, любую, вторую оставить. В данном случае я тоже свою не переименовывал. Значит, обратите внимание, сколько в ней взаимодействующих белков. Сколько? 39. А в той сети сколько было? 19. Значит, совершенно понятно, что информация с тех пор прибавилась. То же самое по количеству взаимодействий. Теперь обратите внимание на, ну, я не знаю, как, недостатки, не недостатки. В общем, с моей точки зрения недостатки. Посмотрите, мы ввели один идентификатор, да, а нам дали в качестве первичного идентификатора совсем другой. Это тоже хорошо, это номер NCBI, но это может дать нам потом определенные неудобства. Так, значит, давайте посмотрим теперь, секундочку, я хочу заглянуть, что мы хотели дальше. Да. Так, значит, вот мы дошли до сюда, значит, теперь вы ее переименовываете, вот я вам предлагал, не предлагал, ну, переименовываете так, чтобы вы ее потом опознали. переименуйте, потому что мы сейчас импортируем ее еще раз, переименуйте ее так, чтобы мы не перепутали. Значит, что мы теперь сделаем? Значит, посмотрите, программа сайта Escape обратилась к базе данных BioGrid и что-то из нее импортировало. Теперь мы попробуем сделать вручную и посмотрим, есть ли разница. если у кого-то еще работает интернет, то вы идете вот по этому адресу и у вас должна открыться и у вас должна открыться что-то такое похожее. если не открылось, не переживайте, смотрите на экран, потому что откроется именно оно. Понятно? Значит, посмотрите, это база данных, которые мы ищем вручную. Значит, если вы даете уникальный идентификатор, то можно не говорить, какой организм. Здесь написано все организмы, это мелко написано, не видно. Если вы вводите M7-1, хорошо было бы сказать, что это дрожжи, иначе он так вам и найдет много чего. Понятно? Так, у кого-нибудь открылось? Открылось. Хорошо. Значит, следующим делом, если вы находите, то вы можете нажать на вот эту вот кнопочку. А можете не нажимать, потому что я вам покажу, что будет дальше. Дальше он будет говорить, создаю, создаю, создаю файл. И через какое-то время он вам создаст этот файл. Я вам предлагаю этого не делать, потому что это тривиальное, вещь, а файл у вас уже есть. Значит, у вас получится вот такой файл, только с сегодняшним... Здесь нет числа. Вот, здесь нет числа. Так, все поняли, что мы получаем? Значит, мы получим вот такой файл. Значит, этот файл у вас есть. Этот файл у вас есть, и теперь мы попробуем его импортировать. Обнаружили ли вы этот файл в вашей папке? Вот этот файл. файл. Да. Значит, мы идем в сайт escape и говорим, что мы хотим импортировать. Можно сделать импорт, нет, сейчас соображу. Можно сделать импорт network тоже нет. Импорт network from file. Значит, один вариант пойти в меню и сказать импортировать из файла. Для нашего удобства они сделали такую иконку, можно нажать на нее, и он говорит, из какого файла. И вы тогда выбираете, вы выбираете ваш файл. Опять, вы выбираете файл вот с этим названием biogrid. Так, всем ли понятно? И нажимаете на open. Возникает такая замечательная картинка. Что он от вас хочет? Он хочет от вас, чтобы вы сказали, какой идентификатор вы хотите использовать для того, чтобы обозначить кто взаимодействует с кем. Понятно? Здесь он спрашивает кто, здесь он спрашивает с кем, а здесь говорит, как мы хотим, чтобы мы назвали взаимодействие. Значит, обратите внимание, что что вы должны выбрать идентификатором здесь. Так, извините. Значит, вы нажимаете сюда. Увидели? Текст импорт options. Значит, в тех редких случаях, когда у вас, ну, в зависимости от того, чем разделена ваша таблица, вы можете подставить здесь. Очень часто бывает, как сейчас, например, посмотрите. У нас в таблице написано interactor id, а он нам взял его и поделил на две части. Это произошло потому, что здесь стоит пробел. Значит, пробел надо убрать. Внимательно смотрим, что получается. Раз. Так, дальше не вижу ничего. Теперь я ничего не вижу. Ну, и как я его буду листать теперь? Твою мать. Да пробовал уже. Сейчас попробуем так. О! Значит, обратите внимание, он теперь нам по крайней мере их соединил вместе. Западло теперь заключается в том, что он хочет дать название столбик 1, столбик 2, а мы этого не хотим, поэтому нужно поставить галочку вот сюда. Перенести первую строчку как название столбцов. Поняли? Ага, хорошо. Так, у всех пока получается? Пожалуйста, если кто-то путается, то говорите сразу, потому что во-первых, есть запасные файлы уже готовые, во-вторых, лучше сейчас. Так, и теперь нам нужно выбрать, что мы хотим, чтобы было идентификатором. А мы хотим, чтобы идентификатором был вот теперь не вижу. Мы хотим вот это вот систематическое название. Понятно? Вот те самые хитрые дрожжевые названия YMR. Значит, мы это вот выбираем из здесь, вот из этого режима. К сожалению, он не дает название здесь. Давайте посмотрим, что он выбрал. О, шестой попал. Понятно, да? Значит, шестой столбик это кто взаимодействует? Соответственно, уже дальше легче. Седьмой столбик опять листаем вниз, значит, вот он нам показывает, вот он нам показывает, кто взаимодействует с кем. Значит, теперь смотрим дальше. Что он еще спрашивает? Какое взаимодействие? Мы можем оставить то, которое он думает, а можем попробовать определить, какое взаимодействие здесь имеет смысл. Значит, мы здесь двигаем, двигаем, двигаем и давайте, например, в качестве названия для взаимодействия выберем вот этот вот столбик с названием experimental system и так далее. Теперь надо попробовать догадаться, какой он по счету. посмотрим, например, насчет 13-го. 12-й. Вот кто-то уже опоздал 12-й. Дайте я посмотрю. Нет, а у меня 13-й получился. У всех получился 13-й? Experimental system, genetic, physical, вот это вот. получилось? Синий окрасился. Значит, синий окрасился, это значит, что он его будет импортировать. Посмотрите, вот так. Значит, итого у нас три столбца, три столбца, о которых он спрашивает. Это кто взаимодействует с кем? Все поняли принципиальную важность? А дальше идут всяческие характеристики. Давайте посмотрим, что нам хочется из этого. Если мы это хотим, то мы его импортируем. Посмотрите, часть из того, что есть, относится к отдельным генам. Вот, например, какой номер в базе данных BioGrid? Нам это не интересно. Какой номер? мы пропускаем до тех пор, пока мы не находим информацию, которая важна для взаимодействия. Значит, посмотрите, у вас есть один белок, другой белок. в вашей таблице часть информации относится к самим белкам. А часть информации относится к взаимодействию. Мы хотим импортировать сейчас только ту информацию, которая относится к взаимодействию. Поэтому вы выбираете, галочки ставите с синеньким цветом, только там, где нужно. Вот посмотрите, у вас есть там статья по авторам можно импортировать, номер по меде, в каком организме, неважно, мы и так знаем. Вот эта интересная информация, например, был ли поставлен опыт, условно говоря, тщательно или не очень. Ну, скоро, наверное, мы оставим фенотип, не очень понятно, к чему относится. Все, больше ничего нет? Так, больше ничего нет. Понятно? Значит, поставили описание того, как было поставлено, как это было определено. И, наверное, нам этого пока хватит. Да? И PubMed. Так, еще раз. Значит, посмотрите, я предлагаю поставить PubMed ID автора High СРУПУТ или ЛОУС РУПУТ и давайте пока этим ограничимся. А, экспериментальная система, experimental system. Это очень хороший вопрос. По идее, в этой таблице должно быть то, что относится к взаимодействию. Я не могу сказать, что они имеют в виду под словом фенотип, потому что по идее фенотип должен относиться к фенотипу отдельного мутанта. Фенотип взаимодействия мне тяжело себе представить. инвайбл что? Без какого из двух? В этом проблема, понятно? Понимаете, два белка, он говорит, не жизнеспособны. Кто? Поэтому я вам предлагаю это пропустить. нет, выточи в алтайп. Смотрите, мы сейчас не лезем в детали, мы можем все уточнить, все, что нужно. Сейчас мы нажимаем на окей и смотрим, что получится. Значит, он по идее должен был сделать такую же таблицу, такую же таблицу. Получилось у вас что-нибудь такое? 41 часы. Ага, значит, обратите внимание, когда мы сделали напрямую, у нас соседних генов оказалось не 39, а сколько? 41. Да, значит, вы должны иметь в виду, что есть некая разница между тем, делаете ли вы вручную или напрямую оттуда. Хорошо? Давайте теперь поиграем вот с чем. Сейчас я посмотрю, если у меня это в плане. То есть, поздно, точнее, и подчтительнее использовать базу данного. Правильно? По моему опту, да. Но ведь машина делает то же самое, когда мы сделали DTP. Я подозреваю, что машина обращается к некой скопированной месяц назад базе данных. И в зависимости от того, как близко совпадают эти обновления, она может дать или то же самое, или другое. как часто не знаю. Не знаю. То есть, каждая конкретная база данных обновляется с разной скоростью и как часто сайт Escape туда делает копию, я не знаю. где-то там внутри записано. Так. Значит, давайте теперь, пока у нас есть возможность, немножечко посмотрим. У вас получилась такая чудная красоты сеть, правильно? Чудная совершенно красота и сеть. Мне лично она не очень нравится. Давайте попробуем сделать ее немножечко повеселее. Для этого мы обращаемся вот сюда к кнопочке Style. Заодно мы научимся работать с этим. Значит, во-первых, мы выберем другой стиль. Здесь у вас есть выбор. Так, этого у вас не будет, но мы возьмем с названием Sample One. Всех открылся? Значит, мы выбираем Sample One. Сразу обратили внимание, стало немножко веселее. Согласны? Главное, легко все читается. Так, еще раз. Style. Да, и вот здесь вот верхнее меню, посмотрите еще раз, он открывает такую табличку, вы там выбираете. Значит, хорошо был бы как-то этот самый Sample One как-то его еще больше сделал под наш вкус. Но если мы будем сразу над ним работать, тогда он пропадет. Значит, вот здесь вот, там, где написано Options, Вы выбираете и говорите хочу скопировать. И он говорит, и под каким же названием? И вы даете ваше любимое название. Все поняли, чего я хочу? Посмотрите, мы взяли за основу визуальный стиль, который называется Sample One. Но мы хотим его исправить. Мы хотим исправить не его, а его копию. Для этого мы делаем копию. Идем сюда в Options, делаем скопировать, и он вас сразу спрашивает, как назвать этот новый. Вы сейчас будете его править. Вот назовите его, как хотите. У меня есть мой, я его назвал. А может быть, он у вас тоже есть, кстати. Но мы будем сделать новый. Так, назвали себя как-то? Чудно. Значит, посмотрите теперь. Он нам позволяет по-разному представлять или узлы, или взаимодействия. Значит, левая колоночка это то, что стоит по умолчанию. А в правой колоночке то, что мы хотим сделать. Ну, давайте мы обратимся к узлам. Значит, посмотрите, для каждого из них есть так, ну, хорошо. Ладно, мы сейчас делаем частично. Так, да. Крутятся по-разному. Я думаю, что пока это нормально. Так, хорошо. Немножечко одну вещь мы забыли, но мы сначала сделаем одно, потом другое. Значит, мы переходим там, где Edge. Все увидели? Посерединке нажимаем. Теперь мы хотим раскрасить. так, давайте посмотрим, какой у нас есть выбор. Посмотрите теперь в правой таблице Edge Table. Что у нас есть? У нас есть, какие есть варианты? Мы можем раскрасить в соответствии с тем, что мы захотим. Ну, раскрашивать по фамилии автора мне представляется не очень разумным, да? Ну, например, мы можем раскрасить в зависимости от того, будет ли взаимодействие физическим или генетическим. Согласны? Есть смысл. Так, значит, мы идем опять в левой там, где стили, там, где написано Edge, и мы выбираем Stroke Color вот здесь и поворачиваете эту самую. Теперь посмотрите, два варианта, которые у вас есть. Типы картирования. Типов картирования три. Если вы нажмете, вы увидите. Примерно то же самое, что у меня на экране. Первый и самый простой он называется Pass Through. То есть это просто будет показывать то, что где-то записано. Просто будет показывать. Значит, для чего это годится, для чего это не годится. Годится для того, например, чтобы показывать название узлов. Название белков вам не нужно, чтобы он ничего с ним делал, вам нужно, чтобы он просто показывал. Вот для этого годится Pass Through. Discreet, значит, он вам в зависимости от того, какие они есть, он вам будет как-то по-разному раскрашивать. И, наконец, Continuous это непрерывная, например, тогда, когда у вас есть, ну, данные по экспрессии. Вот то, что у нас было в первой сети, оно было покрашено по экспрессии генов. Самая низкая экспрессия была обозначена, я не знаю, к примеру, зеленым, самая высокая красным, а все остальное было раскрашено по разнице. Все поняли про типы картирования? Значит, мы хотим сейчас выбрать discrete, да, то есть у нас или одно, или другое. Нажимаем туда. Ну, по какому признаку select value? Вот здесь. Нажимаете, можно, видите, по автору, не очень интересно. Вот, сделаем interaction. Он нам сразу показывает два значения, генетическое и физическое, потому что в этом столбике только два значения. Если вы в пустое место теперь ткнете, в пустое место, да, не получилось, еще раз ткнете, возникает вот такая картиночка, написано edit color. Выбирайте для генетического взаимодействия тот цвет, который вашей душе нравится. выбрали? Чудно. Когда что перепуталось? Да, по interaction оно называется просто их и название. Это значит, вы не убрали пробел, когда загружали. Значит, в таком случае вы свою сеть можете стереть, а воспользоваться той, которая... Сейчас я соображу, у меня там была, она не была. Сейчас я соображу. Так, пока для тех, у которых получилось, да, для физического взаимодействия выбирайте другую. Выбрали другой цвет для физического взаимодействия? Раскрасилась у вас сеть в разные цвета? Давайте мне тоже сделать неправильно, потому что я не переименовал. Ну ладно. Так, получились разные цвета, правильно? Так, ну давайте дальше думать. Какую еще информацию мы хотим отобразить? например, мы хотим изобразить типом линии надежность информации. Надежность информации, я считаю, зависит от того, как ставился опыт. Если это был low throughput, все понимают разницу high throughput и low throughput? Или есть люди, которые не понимают? Вдруг не понимаете? low throughput – это значит, что у вас есть ваш любимый ген, может быть, два любимых гена, и вы изучаете его так тщательно, как только можете, потому что он ваш любимый ген. И уж если вы что-то заметили, то вы заметили наверняка. А если не заметили, то вы стараетесь и так, и так повернуть ситуацию. В общем, всячески вы изучаете. Если high throughput, то у вас есть тысячу генов, и какие взаимодействия такие нашли. То есть, иными словами, на мой взгляд, если ваш опыт был поставлен high throughput, то в большей степени велика вероятность, что есть некий артефакт. Понятно? Значит, поэтому мы сделаем вот как. Вот там, где написано line type, опять открываете. А, у меня уже есть, да? Удачно. Так, и у вас пустое место, правильно? Там заполнено уже. Ну, значит, мы меняем. Меняем. Значит, вместо interaction листаете и выбираете throughput. поставили? Значит, high throughput я предлагаю ставить. Ничего не оставляйте, потому что по умолчанию он будет, по умолчанию. А вот low throughput ставите, поставите какой-нибудь, что вам нравится, какие-нибудь черточки, да, чтобы вы смогли отличить. Да, я поставлю dash. Увидели? Значит, теперь у нас как бы эти линии несут одновременно два слоя информации. Во-первых, физическая или генетическая, а во-вторых, до некоторой степени надежность этой информации. понятна? Так, у всех получилось? Чудно. Давайте мы теперь перейдем в другую сеть, в ту, которую вы импортировали, в которую 39. Да, посмотрите, что там есть в таблице. Увидели? Нашли вы такую информацию, генетическая или физическая? Или не нашли? Не нашли, правда? Да? Там есть в разряде информации, там есть как-то очень богатый такой выбор. Правильно? Там есть suppressive генетика и так далее. То же самое нет никакой информации high throughput, low throughput. Зато зато есть методы. Detection method. Ну, давайте попробуйте, поиграйте. Сделайте еще один вариант стиля и раскрасьте в соответствии с методами детекции. Давайте сами. так получается у кого-нибудь? Одну секундочку. Но в одном столбике все вообще одинаково, правильно? По нему бессмысленно раскрашивать. Нет, но давайте так, чтобы был понятнее вам, правильно? Вот detection method id не надо. Вот этот столбик. так получается что-нибудь? так что-нибудь. Так что-нибудь. как идет раскрашивание все проявили свои художественные способности секундочку зачем что это за не добавили от колонку хорошо так ладно здесь ничего не поделаешь так раскрасила чудно замечательно так все раскрасили или продолжают раскрашивать так или разбираются так что что здесь такое происходит что не так нет смотрите раскрашивать смотрите это что мы раскрашиваем так хорошо но это мы сейчас с этой сетью работаем правильно у вас есть другая еще сеть так вот другую сеть если выбрать то там можно раскрашивать заново нет нет сеть выбрать другую вот которая написана directly импорта так вот ее теперь надо выбрать вот ее и будем раскрашивать опять style опять выберем какой-нибудь другой сначала выберем опять выберем но ну пусть этот будет а теперь мы скопируем назовем его там да замечательно правильно а теперь все делаем то же самое строк строк калор это же выбран уже да вместо interaction вызову надо выбрать другой столбик да ну например что там было я уже не помню что там было посмотреть interaction detection ну например detection чего-то там и можно каждому из них дать свой цвет так значит все раскрасили или попробовали и что вас где в какой сети больше цветов во второй больше ли это даст дало вам информация скажите нет не всегда больше информации лучше иногда для простоты вам понятно это генетическое взаимодействие все помнят что такое генетическое взаимодействие да а это физическое взаимодействие может быть кому-то когда-то очень важно знать что этот пух гибридной системой а это к иммунопрецепитация так далее не всегда больше лучше вы должны выбирать насколько это вам важнее вы конечно можете несколько методов покрасить одним и тем же цветом и вам будет проще но не всегда это не всегда это оптимальный вариант так смотрите значит мы торопимся поэтому чего-то мы не успеваем быстренько открываем вы можете ее сохранить у себя можете не сохраняется если сохранить под другим названием и потом открываете ту которая называется старт номер два так открыли старт 2 значит посмотрите вот у вас есть одна из них верхняя да которая ту которую мы импортировали напрямую не 39 вторую мы взяли из из интернета и сюда потом импортировали вручную в ней 41 обратите внимание в том в чем заключается как бы недостаточности той и другой сети она дает только взаимодействию вашего центрального с тем с теми остальными а взаимодействия внутри никакие не показано все поняли проблему если мы хотим построить сеть как она нам может быть нужна информация посмотрите что я сделал вы могли сделать то же самое когда вы идете в импорт вы могли туда ввести название network вы сейчас этого не делать просто смотрите network это ну что ж такое public databases вы сюда могли ввести весь список и тогда у вас получилось бы чертова туча разных разных вот посмотрите да он бы вам сказал ребята у нас есть 13 тысяч взаимодействий правильно значит я вместо вас нажал на enter вот такая такой файл у вас получился значит как построен этот файл он взял все ваши 41 ген 41 ген весь набор для каждого из них он нашел все что с ним взаимодействует включая взаимодействие друг с другом поэтому получилось так много у нас интересует не все нас интересует только взаимодействие между ними мы хотим ограничиться только этим вот здесь кстати говоря во второй версии сайт escape там есть как бы более там есть некий плагин который предлагает выбрать вы хотите взаимодействия всего со всем или только внутри да здесь у нас выбора нет но зато мы можем сейчас выкинуть лишнее значит посмотрите открыли вот эту вот сеть в которой сколько узлов увидели 3111 и дальше мы говорим селект ноутс из файла увидели да айди лист файл значит где этот айди лист файл естественно в той же самой папке и он называется вот он лист of all mcm1 interactors from biogrid дальше какой идентификатор помните там будет он нам идентификатор поменял мне пришлось поменять тоже говорите open значит обратили внимание сколько он нам выбрал сколько выбрана 41 те самые 41 нас же не интересуют остальные попробуйте сами из них сделать отдельную сеть сделайте из них сеть как эти 41 выбранные из этой кучи перенести в новую сеть все помнят переносите перенесли так у вас получилось нечто невразумительное правильно так но сейчас мы из этого невразумительного попробуем 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 наконец попробовать этот самый layout значит посмотрите вы идете делаете layout и делаете например degree sorted circle layout он вам должен все расположить кружочком есть есть такое получил что-то похожее на да значит теперь вы можете перенести например найти ваш ген mcm1 все помнят как его найти и например сдвинуть его в центр так теперь вы можете перейти в стиль и выбрать из него стиль который я сделал он называется my biogrid 2 получилась красота какая-нибудь получилась красота все последнее что мы успеваем сделать если мы успеваем давайте мы попробуем пойти лей-аут и например и например сделать scale да значит посмотрите если вы сейчас получилось у вас такое вы можете вашу сеть как бы немножечко уплотнить понятно это не масштаб вы ее физически как бы узлы друг с другом сдвигаете понятная идея да хорошая мысль галочку надо было убрать это будет делать все но если вы выбрали например часть посмотрите вот я выбрал часть поставлю галочку если я теперь начну прибавлять тогда он часть только будет двигать понятно да точно так же может и часть из них повернуть например можно выдвинуть а потом повернуть и тогда они все повернутся так так ну последние 3 минуты потратим так открываем заготовку которая называется да все потеряно будет если мы закроем вы можете сохранить если вы хотите, но в принципе оно, то, что вы делаете, и то, что у меня сделано, оно как бы одно и то же. Значит, давайте мы откроем layout demo starter. Вот этот вот. Так, получилось у вас нечто невразумительное? На экране плохо видно, у вас должно было получиться нечто невразумительное. Открылось? Так. Так, значит, о чем идет речь здесь? Значит, посмотрите. Я выбирал некие дрожжевые гены по определенному признаку. По признаку их похожести ответа на химические взаимодействия. Взяли все дрожжевые мутанты, к каждому из них добавляли одно за другим, ну, в отдельных опытах, там, какие-то сотни веществ. Кто-то из них рос лучше, кто-то из них хуже. В результате есть данные по жизнеспособности для всех, там, 5000 мутантов, для всех 300 веществ. Значит, их можно было сгруппировать по этому признаку. Я выбрал те гены, которые интересовали меня, посмотрел, в каких они находятся кластерах. Но на этой карте совершенно непонятно, например, есть ли у них физические взаимодействия. А здесь в сети у меня физические взаимодействия. Значит, мы начнем с того, что нажмем вот сюда, Apply Preferred Layout. И компьютер должен какое-то время думать. Увидели? Значит, он строит теперь сеть, где все дрожжевые белки или гены расположены в порядке их, в соответствии с их белок-белковыми взаимодействиями. Теперь посмотрите, как цвета разных кластеров распределились. У кого-нибудь получилось? Еще думают. Еще думают. Получилось, что цвета, некоторые цвета расположены ближе друг к другу. Да, значит, получилось. Да, значит, вот пример, как бы полезной информации. Обнаружилось, что гены, которые по-одинаковому себя ведут или заставляют дрожжи вести себя одинаково в ответ на одинаковые лекарства, или на похожие лекарства, имеют больше белок-белковых взаимодействий друг с другом. Это значит, что типа стилизует, да? Она, ну, то есть она как бы, да. То есть она берет все белок-белковые взаимодействия, и если много белковых взаимодействий, то она их ставит ближе. Если их мало, то они оказываются дальше. Значит, понятно, что недостаток здесь в том, что никто не знает, насколько взаимодействия сильны. Правда, это не учитывается. Никто-никто не знает, если они сильны, насколько они важны. Но что-то мы видим. И теперь просто, чтобы посмотреть на результат, открываем следующую сессию, которая называется DemoLayoutResults. Да, то есть это разные способы расположить эту самую информацию. Правильно? То есть в зависимости от того, как мы истолковываем белок-белковые взаимодействия, она располагается по-разному. Network, это мне не нужно. Значит, вот вы можете посмотреть. Нет, у меня на экране по-прежнему плохо все видно, потому что проектор. А у вас вы можете просто поиграть, переключаясь. Это все одна и та же сеть, только немножечко по-разному, разным способом упорядоченная в соответствии с белок-белковыми взаимодействиями. Если вы сравните как бы одну разновидность с другой, с третьей, то увидите, что на некоторых из них как бы один кластер более плотно расположен, при другом способе другой кластер более плотно расположен. То есть здесь я не думаю, что есть один правильный способ. Это для тех, кто был на этой моей второй лекции, примерно как подставить правильный статистический метод сюда, да, да, вот что дает вам лучшую картинку, то вы и используете. Такие последовательности, на самом деле, наверное, есть везде. Мне нужно заглянуть в кого-нибудь, в какой нормальный экран. это просто гены, для которых взаимодействия или потерялись, или их на самом деле не было. Так, дайте я загляну. Да, есть какие-то отдельные гены, которые друг с другом не связаны. Значит, смотрите, программа выбрасывает обычные гены, которые вообще ни с кем не связаны, одиночные. А ее можно заставить оставить одиночные гены, но есть такое понятие центрально связанный компонент. То есть нас больше всего интересует как бы весь массив. Понятно? Почти в каждом из этих способов раскладки вы найдете маленький-маленький кластер сбоку, выделенный розовым цветом. Да, он тоже как-то отдельно всегда взаимодействует. Так, у всех получалось? Да, ну, посмотрите, время наше истекло. В принципе, вот в этом текстовом файле там есть разные другие варианты того, что можно было бы сделать. Вы можете попробовать поиграть, потому что для каждого из них есть ответ. Да, вот это вот, то, что написано, все данные там-то, да, это то, что должно получиться. В этом смысле это полезно. Есть, конечно, готовые занятия в интернете. Много чего есть интересного. Например, если вы используете в столбике атрибутов некую функцию, то щелкая мышкой вы сможете вызывать на экран сразу в интернете статью в PubMed, которая описывает эти взаимодействия. Да, то есть что удобно. То есть перед вами будет рабочий инструмент. Не просто точечка соединена с точечкой, да, а если вы щелкнете, то вам покажут статью, которая определила, почему люди думают, что одно взаимодействует с другим. То есть вы тем самым создаете себе рабочий инструмент исследования вашей группы генов. Так, если у кого-то есть вопросы, можете подойти ко мне потом, потому что я так понимаю, что ужин — это святое. Так, все, спасибо.